привет сегодня расскажу как я начал вести вот этот вот бизнес-влог по видеомаркетингу для того чтобы поделиться с советами как преодолеть первый страх который есть все время немножко обязательно какие есть фишки чтобы вы смогли этот же путь самой пройти гораздо быстрее и эффективней кому лучше вести влог бизнес-влог на ю-тубе мы рекомендуем чтобы это был владелец основатель бизнеса вы не важно там малый бизнес крупный бизнес почему потому что специалист какой бы он крутой не был с ним начинает уже ассоциировать вашу компанию может в какой-то момент или сбежать там не дай бог заболеть или начать качать права и требовать от вас какие-то бешеные бабки чтобы он остался у вас ну то есть это очень капризно непонятно если руководитель бизнеса ведет влог он уже никуда не денется он больше всего болеет компании он лучше всего разбирается во всех продуктах услугах по факту и он лучше всего может и донести это естественно что здесь определенные нужны навыки которых может быть у руководителя не быть но их стоит развивать по нескольким причинам первое это возможность прокачать а навык публичного выступления и в принципе общение потому что мы общаемся со зрителем да конечно общение с железкой это немножко не то что общаться с 1000 тысячной аудитории там пересохнет во рту и еще хуже короче будет но все равно вас смотрят все равно есть определенный страх этот навык очень хорошо прокачивается второе когда вы как руководитель начинаете доносить информацию вы начинаете лучше ее формулировать вы и то что вы сможете применять и при общении с клиентами и при создании определенных правил для отдела продаж по общению то есть вы начинаете когда вы кого-то учите или что-то рассказываете вы лучше начинаете в этом разбираться это еще один плюсик а главное влог это возможность получить максимальное доверие со стороны клиентов будущих или рекомендателей сейчас вот возьмите наберите тренды 2019 интернет маркетинга того же самого и обязательно там будет пункт что сейчас люди покупают у людей они у бездушных компаний логотипов и брендов для этого вам нужно быть на виду вас должны видеть а и лучше чтобы это был руководитель и если кроме вас также будут специалисты разных ваших отделов который разбирается в своей тематике это будет еще лучше потому что покупают у людей и влог youtube лучший инструмент для реализации как бы данного тренда еще момент это личный бренд представим что-то вообще ну не сложилось что-то страшное произошло и вот что-то с компанией вашей случилось но вы вели блог который был известен вашей нише вас уже знают и вы можете на основе своей популярности в данной нише начать новую новый проект открыть новую платформу прокачка личного бренда это то что еще добавляет плюсик в копилку чтобы вы были лицом компании в вашем видео влоге как все начиналось у меня с жуткого страха где у меня сковала все перед камерой хотя до этого я открыто общался с клиентами умел формулировать свои мысли там выступал несколько раз но какая то есть специфика когда ты начинаешь рассказывать неудушевленному предмету и эту съемку все время стараешься отложить подсознательно потому что не признаваясь в этом ты боишься этого процесса и что помогает преодолеть этот страх то что стал применять я я все время называю разгоном момент когда ты стал перед камерой это сегодня тоже было и когда ты начинаешь тупить это как говорится чем больше ты кого-то чему-то учишь тем больше разбираешься в этой теме и и чтобы это преодолеть вот эту какую-то первую неловкость а нужно просто без остановки начать что-то говорить причем при включенных камерах потому что когда включаешь камеры даже когда нету никого в комнате вдруг если а все равно у тебя сразу вырубает мозг ну ты резко а поэтому включаем камеры благо сейчас цифры позволяет снимать сколько угодно и на ту тему которую вы хотели говорить про минут 10-15-20 подряд все мысли как есть подсматривая и вот это вот разговорились у вас как бы дыхание открылось энергетика собралась и все нормально потому что еще обычно такая пассивность идет нужно ее разогнать и потом уже начинает идти как по маслу вот этот разгонщик в первый раз он был 20 минут я то есть 20 минут просто какой-то фигней страдал перед тем как что-то более-менее начало получаться по фразам первый раз лучше всего получить обратную связь от коллеги или это родственника ты еще не знаешь как себя вести какие жесты руками делать обычно всегда вначале это очень неловко получается и это на камере видно но тебе первую связь может дать обратный человек который будет стоять за камерой и ты немножечко ну первых он тебя успокоит во вторых скажет там как руки лучше держать потому что когда снимаем по пояс очень часто там руки внизу или руки вот так как-то ну то есть не свободно или скованно или их они обрубаются вот так вот то есть потом по мимике по подаче может дать обратную связь которого и которую вы сразу воспользуетесь в начале очень сложно говорить долго сначала нужно структурировать то о чем мы будем говорить это можно сделать там на листочки на мобильнике только не надо писать все фразы как они будут в любом случае мы это не сможем прочитать незаметно даже если мы купим или возьмем на прокат телесуфлер все равно учиться читать с телесуфлера естественно и понятно нужно уметь это тоже определенный навык ну правда ему научиться можно быстрее но лучше всегда говорить своими своими словами она вызывает этот факт больше доверия заметили я перескочил да у меня какая-то мысль закончилась я понимаю что продолжить я его могу немножечко обдумав или когда у вас есть структура написано вы можете листочек повесить где-нибудь там на штативе рядом да и прям говорить раз подглядеть следующая тема ага вспомнить о чем и дальше начать рассказывать но только как бы оглавление и рассказывать маленькими кусочками то есть мы разбили на маленькие темы кусочки там по одной две минуте например может быть даже меньше если вам так удобно и пока сложно потому что маленькими отрезками говорить ну легче да и чтобы это монтировалась хорошо если смонтировать я буду находиться на одном месте сейчас я продемонстрирую вот я как бы стоял на том же месте но как-то бах и отдернулся стал в другом положении не очень а если я смонтировался вот так просто я стою в другой части кадра нету маленького изменения изменения идет прям полностью я просто оказался в другом месте и она монтируется лучше поэтому мы как это вот со 100 500 всеми приводит пример почему-то да вот тут вот эта стилистика перескакивания она она просто легка для восприятия и возможность говорить часть информации а потом раз перейти в другой угол и потом смонтироваться на этом участке еще дают совет что смотрите на камеру как будто это человек ну вообще-то вроде это помогает на самом деле у тебя как вот при вождении машины ты когда говоришь на камеру тебе одновременно нужно вспоминать что говорить одновременно как-то себя правильно типа вести перед камерой думать о камере думать о зрителе и все сразу очень тяжело когда доводится часть этих моментов до автоматизации ты уже успеваешь думать о том что камера это реальный человек и начинаешь к нему обращаться а вначале этот совет мне кажется это вообще не помогает схема для первого раза когда вы поняли структуру вы начинаете говорить отрезочек определенные делайте несколько дублей то есть вы определились так сейчас я расскажу вот о преимуществах этого продукта вы рассказали рассказали бах замялись стоп сейчас еще разочек начинаете второй раз только после паузы желательно там секунды 35 полная тишина пауза записали второй дубль записали третий дубль нам третий дубль вы поняли что он классный вот он стопудняк вот надо брать его ну у нас эта фишка работает она для монтажа иногда очень удобно если вы полностью материалов сливаете на монтаж другому человеку вы три раза бьете вот таким образом только вы оставляете до удара в паузу и после удара в паузу на дорожке аудио дорожки в монтажной программе видит монтажер такие три всплеска равномерных значит дубль который был до этого фраза этот текст он рабочий то есть его можно брать может быть так что вы поняли что он вроде как рабочий но нужно еще сделать то есть вы хлопаете три раза проговаривать еще один дубль а и бьете еще три раза если второй дубль еще один тоже был хороший и можете прям словами проговаривать монтажеру типа никит никит вот этот дубль который последний вот точно его берем тот даже не рассматриваем или говорите в принципе два дубля адекватных какой считаешь лучше тот убери то есть мы немножечко монтажеру помогаем не просматривать ваши 10 дублей которые могут быть в начале выбирать конкретный технические моменты стоит отметить точку на полу то есть вы поставили камеру отдельная по технике может быть другом ролике пройдусь все-таки на мобильный снимать не то есть у него там не у фокус уходит еще какие-то моменты даже на топовые мобильники представим вас стоит камера но чтобы у нас фокус один раз выставить его не менять мы делаем маленькие отметочки там не знаком скотч возьмем сейчас у меня есть отметки между ногами такая вот тэпик я раз перехожу становлюсь точно в ту зону куда где я должен стоять теперь момент как сделать динамичней во-первых мы снимаем в 4к я вот был счастлив думаю сейчас samsung куплю там 8s там будет 4к я смогу сразу на мобильный в любом месте снимать в этом формате для чего 4к для того чтобы мы могли на снимать например себя по пояс а потом на монтаже вырезать молочный план и он будет в разрешении совершенно адекватным full hd то есть разрешение нам позволяет делать такой кроп или снимать в полный рост а брать по пояс и но на мобильном на самсунге к сожалению ограничена такая запись 10 минутами и ты вечно забываешь об этом и в общем короче эта функция не очень но если на камере есть 4к мы можем снимать в 4к ради того чтобы потом менять вот эти планы как мы монтируем меня переходящего с точки на точку также можно монтировать со среднего на крупный вот такие вот склейки делать они тоже позволяют более аккуратный плавно склеивать некоторые моменты также используем несколько камер то есть в данном случае вторая камера менее качественная но она позволяет немножко разнообразить планы для того чтобы интересней было смотреть причем чисто механически физически то есть по смыслу вторая камера ничего не добавляет но человек когда идет смена кадров ну он у него мозг больше больше внимания за просмотром идет то есть мы можем менять крупности если снимать 4 в 4к или менять планы с нескольких камер снимать причем если снимать с нескольких камер очень круто если можно говорить например вот я говорю на одну камеру потом перехожу и смотрю на другую камеру и мы в этот момент делаем склейку но это тоже довольно замороченно сложно и может быть я может быть так буду так делать может быть скоро наверно конечно также можно то есть у вас там одна камера зеркалка какая-нибудь еще оставьте ваш мобильный телефон пусть он тоже сбоку снимает или поставьте какой-нибудь gopro если вы ездите купили gopro для путешествий повесьте с краю вашего офиса или комнаты и она будет снимать такой общий план процесс заодно тоже только вызывает доверие и лишний план интересен и разнообразит ваш монтаж с точки зрения звука это очень важно потому что видео некачественное могут пережить лучше всего взять как раз если у вас есть тот же samsung там iphone взять боя микрофон он стоит около четырех тысяч сейчас четыре пять тысяч это такой на адекватный нормальный микрофон который подключается напрямую к мобильнику можно если мы снимаем видео на мобильник он сразу этот звук снимает провод длинный там около пяти метров что ли а или мы просто записываем на диктофон какой-нибудь звук в внутрь телефона это один вариант такой более менее бюджетный конечно в идеале вариант это профессиональная петличка с рекордером или например сейчас на мне висит радиосистема сенхайзер который подключается или камкордеру камере или подключается к рекордеру там записывать звук и здесь естественно я могу находиться где угодно я свободен где-то в диаметре радиусе 10 метров звук вполне хорошо передается без каких-либо помех и есть еще несколько микрофонов если я это не сделаю напомните пожалуйста в комментариях я еще несколько микрофонов таких студийных которые можно ли в руке держать или если вы себя записываете сидя то можно также добротный качественно адекватный звук выдают и в принципе если купить рекордер zoom 5 например с него напрямую писать тоже можно но вот в свободном полете вот как сейчас но это неудобно будет куда его поставить если вы поставить за два метра звук будет не очень если вы поставить вот на таком расстоянии вот это будет адекватно но он будет туда просто напросто в кадре теперь больная тема вопрос подачи материала во первых когда что-то происходит неординарное в кадре вас тут отвлек что-то упало что-то случилось к вам забежала какая-нибудь собачка вы сразу не отрубайте все попробуйте обыграть эту ситуацию взять собачку на руки вообще собачка это такой супер бонус для вашего влога да если вас отвлекли можно какой-то момент такой бэкстейджа какой-то живой жизни внутри того что сейчас происходит с вами как вы записывать если это попадет в монтаж это может быть очень прикольный хорошо и разбавит то есть сейчас любит более простое реальное естественное но вопрос подачи и харизмы говорящий очень важен и я не могу этому научиться меня не получается но стараюсь у каждого конечно свой подход но наблюдая за другими блогерами как они преподносят как они может быть там прикалываются как-то обыгрывают ситуации еще что-то делают у них очень ловко получается за ними очень интересно наблюдать у меня больше такое вот и кстати у насти которая тоже участвует в нашем влоге у нас такое больше интеллигентное мы просто спокойно рассказываем мы не можем шуметь что-нибудь там как-то выделываться как-то это для нас неестественное состояние с другой стороны вот эльдар гузаеров он как раз вот такой очень спокойно и аккуратно но все равно за ним интересно наблюдать вот в чем фишка подачи я вам не скажу потому что я сам еще не научился единственный момент у меня появилась идея сделать такую рубрику а на виду нон-стоп и вот научиться говорить без остановки это как и технический навык да и может быть это что-то и прокачает и может быть что-то интересное будет получаться в таком формате как нам быстрее научиться лучше формулировать очень крутой способ это проговаривание информации в где-нибудь вслух обязательно вслух скажем вы готовитесь рассказывать во влоге на три темы вы берете эту тему примерно прикидываете разбиваете там на три основных блока и например едете в автомобиле я даже так метро делал там все но не слышно же меня я просто что-то говорю и едешь в машине начинаешь рассказывать все что ты думаешь на эту тему это кстати очень хорошо в разработке вообще чем говорить у мозг так устроен что когда мы думаем про себя какой-то нет активности и что-то там не соединяется к это говоришь вслух импровизации ты начинаешь мозг просто какие-то проставляет связи интересные там даже есть книжка на эту тему но я книжку читал позже как я это заметил этот факт и когда говоришь вслух сразу начинают перетекая идет такое органическое перетекание с темы структура соединяется со структурой вас возникают новые мысли новые направления и у вас в голове то что вы проговорили вслух очень хорошо закрепляется структурируется то есть первое вы проговорив записав это на диктофон например вы проговорили первый раз поняли а вот круто сейчас я повторю более аккуратно запишу на диктофон записали на диктофон вы можете с этого диктофона во-первых кто-то или вы сами можете составить как раз структуру того что вы будете говорить потом можно еще раз третий раз проговорить и закрепить еще раз это вслух и когда вы уже будете перед камерой уже будет легче потому что вы вслух уже несколько раз отработали и сформулировали последовательность того что вы будете говорить причем когда у вас уже профессионализм достигнет предела вы вообще это делать не будете вы будете делать все на автомате. Но в начале это очень круто помогает. Где снимать отдельная тема? Вот один из вариантов сейчас. Да, у нас есть стенка голая и камера. Лучше использовать естественный свет из окон. Это просто экономит нам средства. Нам не нужно покупать какие-то дорогие осветительные приборы. Можно обыгрывать реальные какие-нибудь настольные лампы. Может быть где-то нужно светить через отражение. Ну, в общем, много нюансов. Я как оператор не хочу сейчас погружаться. Если что, попросите, сделаем отдельную тему ролика по технической составляющей. Но один из вариантов это в квартире, в офисе. Но в офисе самая большая проблема это шум окружающий. То есть это где-то после работы. когда в кабинете. Очень хорошо, когда видно сзади, что это офис. Именно ваш, желательно с логотипом. Это гораздо больше доверия. Это лучше, чем снимать с голой стенкой, где это можно снимать и где-нибудь дома. Единственное, опять же, если вечером у нас не хватает света. Поэтому здесь нужно будет решать вопрос со светом. Если снимаем окон, у нас свет естественный, красивый, такой облекающий и все в принципе хорошо. Но с окнами есть проблема своя, что когда у нас солнце, там туча идет, перекрыло солнце, открыло солнце, сильно закрыло солнце или там солнце проходит. Солнце напрямую попадает, двигается в окно на вас, а мы там снимаем в течение нескольких часов, то оно попадает, то оно не попадает прямым лучом. Прямой луч он пересвечивает кадр. То есть очень много-много заморочек. Конечно, вообще в идеале, если это профессиональный влог, это нужно, чтобы был выстроен свет, который бы уже никак не менялся бы и всегда, в любую секунду, когда бы не пришли, было тихо, правильно освещено и все хорошо записано. Еще есть момент смены локаций. Также как мы меняем и монтируем с двух камер кадры для разнообразия, также в одном выпуске объединяет несколько интервью или одно интервью с одним человеком в разных локациях. Это тоже интересно. Если у вас там производство, офис, автопарк, какой-то есть филиал, производство, все что угодно, вы ориентируетесь и задумываетесь, что вы можете снимать влог в разных локациях и взять это за стилистику. То есть у нас, мы сейчас прицепились, что у нас обычный фон, хотя нужно уже от этого уходить и снимать больше таких лайфов, более живого, но вы можете сразу задумываться, что снимать в разных локациях. Очень опасно, если у вас стенки в каком-либо оттенке, то есть там или зеленые особенно, особенно зеленые, потому что этот оттенок, свет переотражается, у вас появляются нехорошие всякие блики и так далее. Поэтому, короче, цветной фон это страшная вещь. Здесь он тоже цветной, но он такой желтовато-оранжевый, такого цвета оттенка кожи, поэтому нормально. А так еще есть вариант купить фон, но если это будет тканевый фон, он будет вечно в складках, его надо будет проглаживать, убирать его на пять в складках, поэтому есть фоны, можно посмотреть в магазинах, это полтора на два метра где-то. Это для съемки только по пояс, то есть там в полный рост не снимешь. И этот фон, он может быть просто белым, может быть зеленым. С одной стороны, например, зеленый, с другой белый. И мы можем снимать себе на белом фоне или мы можем себя снимать на зеленом фоне и потом этот фон вырезать. Сейчас, конечно, огромное количество плагинов и программного обеспечения. Есть маленьких, немного таких самых стандартных правил, как правильно снимать, освещать зеленый фон, чтобы его легко было отделить дальше в программе и подставлять все, что угодно, что вам требуется. Хоть офис, хоть логотип, все что угодно. Ну или можно купить и сделать, или у вас есть, как на выставках используется, с логотипами специальный фон с брендом вашим. Читайте статью на нашем влоге о том, как создать эффективный влог вашей компании, последовательность шагов, советы, фишки и с кем, какие специалисты нужны, сколько это стоит, как это делать с наименьшими потерями, потому что у руководителя всегда очень мало времени. И надеюсь, что вы уже ведете или скоро запишите свои первые видеоролики и откроете влог в своей компании и будете на виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова